И борьба идет за вот эту дорогу, мы ее называем хождение по мукам. Сколько я уже обошла кабинетов. С 2011 года. Садоводы СНТ Росинка и Мелиоратор уже не первый год ходят по мукам. Дорога до СНТ разбита, вся в ямах и канавах. Ездить страшно на автобусе, страшно, машины жалко, бьются. Ну, тяжело ходить, ходить тяжело. Вот мы ездим на машинах, на своих личных, разбиваем все машины. У нас вот низкие машины, бампера уже оторваны на этих дорогах. Понятное дело, что автомобилям двигаться тяжело, сложно. Но есть еще пешеходы, для них нет дорожек, они идут вдоль дороги. И блуждающие машины, это очень опасно. Особенно в период, когда зимой, да, есть люди, которые приезжают посмотреть, как у них дела на саду. Экстренные службы будут очень долго ехать в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Это все было, и пожар, и просто плохо кому-то. Ко мне вот даже скорая приезжала иногда, и это очень долго. В двух садоводствах зарегистрировано более полутора тысяч домовладений. Уже 13 лет люди оббивают пороги всех инстанций, начиная с администрации центрального района. Однако ВОЗ и ныне там. Делаем все по закону, то есть через головы мы не прыгаем, а идем, пошли с низов, пошли. Глава администрации был в 2011 году Сираж, простите, забыла имя, отчество. Вот он мне сказал, занесем там на 2015-2016 год на ремонт дороги. Ну, а потом выяснилось, что наша эта дорога не в реестре города. В том же году городской маршрут номер 111 грозились отменить. Госавтоинспекция провела экспертную оценку и признала дорогу непригодной. И садоводам поступило предложение отремонтировать полотно за свой счет. На приеме я и сказала, хорошо, мы с мелиоратором отремонтируем ее, поставим шлагбаумы. Мы же садоводы ездим. И все. Нет, уж какая ты умная, нельзя так делать. Но она же ничейная. Раз ничейная, ну пусть она наша будет. Дорога транзитная, по ней регулярно ездят большегрузы. А объект все же включили в реестр объектов муниципальной собственности в 2017 году. И передали на баланс Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. 16, 17, 18, 19, 20. Где ответ? Ответ Комитета по дорожному хозяйству будет рассмотрено. Ответы всех ведомств, как под копирку, подчеркивает председатель СНТ. В прошлом году на проблему отреагировала прокуратура. В этом Народный фронт. Нами направлено обращение. Ответа мы еще пока не получили. Однако в открытом доступе, в средствах массовой информации, имеется сведения о том, что администрация действительно планировала в этом году провести ремонт данного участка. Мы говорим на сегодня, вот август, пока еще эти работы не начаты. Народный фронт, конечно, берет эту ситуацию на контроль и будет добиваться проведения ремонта обозначенного участка дороги. Мы тоже отправили официальный запрос в Барнаульский комитет по дорожному хозяйству. Наши дети в опасности. Автобус едет на Баку. Перевозчики отказываются возить наших пенсионеров. Извините, вы в таком случае не можете помочь нашим детям, вы не можете помочь нашим старикам. На кого нам рассчитывать? Подскажите, пожалуйста. Мы готовы обратиться туда, где нам откроется дверь. Однако садоводы будут и дальше стучаться во все двери, чтобы их услышали. Так в планах организовать санкционированный митинг и обратиться еще дальше, к президенту. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.